Продолжит выпуск рубрика спортивных новостей. С ними вас познакомит Чингис Уалиханула. Чингис, на выходных интернет буквально взбудоражил, взорвался новостью о том, что Илья Элин сможет выступить на Олимпиаде в Токио. Так ли это? Конечно, Кристина. Сегодня это новость номер один. Через 7 месяцев завершится срок дисквалификации нашего земляка и он сможет выступить на Олимпийских играх в Японии. Как известно, Ильин был лишен золотых медалей Олимпиады 2008 и 2012 после перепроверки допинг-проб. Согласно решению дисциплинарной комиссии IVF, он был дисциплинарно наказан на 2 года. Дисквалификация вступила в силу с момента обнаружения нарушений, а именно с 10 июня 2016 года. То есть уже летом следующего года срок дисквалификации закончится. Напомним, нашему именитому земляку удалось отстоять свои неолимпийские медали. Илья Элин является четырехкратным чемпионом мира по тяжелой атлетике. Сам спортсмен о пресс-конференции в Астане прокомментировал эту новость следующим образом. Сейчас я не могу ничего сказать по тому, буду ли я выступать или нет на самом деле. Потому что два дня всего лишь прошло, и мне нужно встретиться... Ну, во-первых, я думаю, мне нужно... Как бы, да, я молодой, 29 лет, у меня есть все данные для того, чтобы выступать. И будет немножко неправильно, если я сверну по другому, пойду в другую сторону. Тем более, отвоевано очень многое. И, конечно же, хотелось бы людям показать, что на помосте там уже другая игра совсем идет, и там сложно меня просто взять и убрать. После этого, когда уже все вот эти карты сойдутся, так сказать, ну, все вот пути, тогда я уже, наверное, скажу точно, пойду ли я. Ну, конечно, я очень хочу, мне очень охота попробовать еще себя на помосте, потому что, наверное, я еще не наелся, еще мало, ну, как бы, 29 лет. Я планировал же, помните, еще тогда я говорил, у меня была такая мечта фикс, идея фикс, токийская олимпиада, 4 олимпиады. Каждый среднестатистический атлет, который, ну, не среднестатистический, то есть каждый профессионал, в целом проходит 4 олимпиады. Это нормально, 3-4 олимпиады. И вот у меня как раз она будет как бы четвертая, и все, ну, все сходится к тому, что, ну, можно выступить. Ну, надо вот эти детали все обойти. Ну, мы, безусловно, будем ждать Ильина на олимпиаде. Поздравляем наших гимнасток с победами. На открытом турнире в Алматы, в котором приняли участие спортсмены из 7 областей, Алматы, Астаны и Узбекистана, юные грацы завоевали 5 медалей. Золото команде принесли Дана Садыкова, Айна Акпамбет и Айша Султан. Румисат Исаева и Диана Канатпек, серебро турнира. К новостям футбола. В Казларде прошел турнир по мини-футболу в честь 75-летия первооткрывателя нефтяных месторождений области, как его принято называть, генерала отрасли Мурата Саламатова. В сорвенах участвовали 12 команд нефтяных и сервисных компаний. Мурат Саламатов из тех, кто посвятил жизнь профессии, проработал на многих нефтяных месторождениях страны, стоял у истоков в нефтяной отрасли региона, осваивал Кумкольское месторождение. Воспитал не одно пополнение профессионалов своего дела, которые сегодня продолжают дело учителя. Самый пик его продуктивной карьеры пришелся как раз на годы работы в вашей области. Он любил свою профессию и полностью отдавался ей. Нам безграниченно приятно, что казлардинцы не забывают о его труде. На мини-футбольной площадке нефтяники доказали, они не только профессионалы своего дела, но мастера игры в футбол. Каждая команда была по-своему хороша. Кто-то делал акцент на оборонительную тактику, кто-то напротив часто атаковал. В финале встретились команды крупнейших нефтяных компаний области. Петер Казахстан и Казгер Мунай. Вторые одержали уверенную победу со счетом 10-3. Такие выдающиеся личности, как Мурат Саламатов, служат нам ориентиром в нашей работе, примером честного и самотвержденного труда. Наша задача равняться на таких людей и делать все, чтобы отрасль процветала. Юные спортсмены подключились к мероприятиям, посвященным Дню независимости. В спортивной школе поселка Таспугет прошли сразу два турнира. Репетишки со всего города собрались, чтобы в честных спортивных состязаниях определить лучшего в боксе и Казахшакрес. Количество участников в турнире по Казахшакрес в этот день было, если не рекордом, то необычным для городских соревнований уж точно. В зале яблоку было негде упасть. Более 250 участников в возрасте от 9 до 12 лет. Каждым из них движет одна любовь. Любовь к национальной борьбе. Нас очень радует большой интерес к турниру. Это значит, растет в целом интерес к этому виду спорта. Я уверен, что эти небольшие состязания станут началом большой спортивной карьеры этих ребят. В целом, школа Казахшакрес сильно развивается сегодня. Мы регулярно занимаем призовые места на чемпионате Казахстана и других крупных турнирах. В этой же спортшколе прошли соревнования по боксу. Турнир был посвящен Дню независимости, а также памяти основоположника Таспуитской школы бокса Бахыта Азизова. На ринге воспитанники спортшкол города, а также Аральска. Я также, как Геннадий Головкин, хочу покорить мир и поднять высоко флаг Казахстана. Геннадий Ага также начинал с таких маленьких боксерских залов. И я хочу быть таким, как он. Геннадий Ага. Продолжение следует...